Буквально две недели назад на моем канале выходил ролик, в котором мы все дружно радовались возвращению возможности оплачивать подписку World of Warcraft напрямую. Безусловно не с помощью российских карточек, но тем не менее на своих учетных записях. Дырка все еще остается рабочей, а соответственно вы до сих пор можете без проблем приобрести что 12 месяцев подписки, что тот же самый Dragonflight, что любые другие награды или совсем другие продукты, вроде Diablo или может быть Call of Duty, который совсем недавно вышел. Однако на этой неделе появилась гораздо более интересная информация. Дело в том, что разработчики опять начали закручивать гайки. Вернее не так, они их и не откручивали, но сообщество посчитало, что их начали закручивать. В общем ситуация очень странная и противоречивая, от нее горит задница у значительной части игроков, а значит самое время ее обсудить. Из самого пекла вещает чихпых, а это означает, что мы переходим к рекламе и к разбору. Но пока нас еще полностью не отменили, самое время вспомнить про моих корешей из LF Group. LF Group, как не тяжело догадаться, это сайт по поиску группы, как в играх вроде Лиги Легенд и Lost Ark, так и в World of Warcraft. Причем если в актуальной версии игры вы можете только найти группу, то в гневе Короля Ильича Классик портал стал русскоязычной итерацией популярного сайта WoW Progress. На LF Group вы можете отслеживать уровень гильдии в мировом рейтинге, посмотреть какое место они занимают в регионе, а также узнать кто находится в их составе. Более того, если вы являетесь лидером гильдии, вы можете прямо сейчас спуститься по ссылке в описании и забрать доступ к личному кабинету вашего коллектива, ведь на этом сайте можно не только следить за прогрессом, но и набирать игроков к себе в состав. Если же наоборот соискатель, то тоже не откладывайте с посещением, ведь прямо сейчас на LF Group ищут новых игроков практически все русскоязычные коллективы классического World of Warcraft. Скажу даже больше, представлен там не только Пламегор, но и Файа Маус с Геннессом, а также некоторые другие сервера. Впрочем, если вы и не лидер гильдии, и сами в гильдии состоите, тоже не стоит проходить мимо, ведь благодаря тонкой настройке личного кабинета сайт может отправлять вам в дискорд напоминания о предстоящих событиях в вашем коллективе, что довольно удобно. Ссылку на этот портал вы сможете обнаружить в описании. Удачи! Итак, что, собственно говоря, происходит? Вначале в двух словах про подписку, потому что наверняка еще не все добрались до моего ролика по этой теме, а соответственно не все понимают, что происходит. Так уж сложилось, что вот в преддверии Dragonflight и сразу же после того, как в магазине Activision Blizzard появился товар под названием 12 месяцев подписки World of Warcraft, в русскоязычном сегменте неожиданно приоткрылась дверка и выяснилось, что если включить VPN и зайти в Battle.net, вы сможете купить в нем что хотите, правда по цене в евро, что не очень удобно. К сожалению, оплатить российской карточкой не получится, потому что российские карточки, как вы знаете, отключены от международного обращения, но зато если у вас есть знакомый белорус, это не намек, или может быть знакомый казах, это тоже не намек, или может быть знакомый грузин, и это снова не намек, то они смогут вбить свои реквизиты и, соответственно, оплатить все прямо у вашей на учетной записи. Вполне себе удобно. После этого сообщество, разумеется, начало ликовать, у нас в русскоязычном сегменте был, знаете ли, такой прям подъем радости. Я наблюдал, что в комментариях под роликами, что у себя в личке в Дискорд, что в публичных Дискордах, вот эти вот ура-крики, что Activision наконец-таки отменяют санкции по отношению к русскоязычному сегменту, и что вот еще чуть-чуть, вот буквально пару дней, и наши доблестные карточки Мир, Киви, Кошельки и Яндекс.Кошельки снова начнут работать, и мы сможем оплачивать, что хотим. В общем, застал такой, знаете ли, период массового ликования, а мой ролик так и вообще собрал там тысячу лайков на там, по-моему, 20 или 30 дизлайков, какие-то совсем символические цифры, то есть ликование было прям всеобщим, я впервые за долгое время такое вижу. И честно скажу, что даже я немножечко подумал, что может быть, пусть это и временный способ Activision Blizzard навариться, но может быть, все-таки эта компания прощупывает, знаете ли, почву перед тем, как начать медленно возвращаться в Россию и Беларусь. Может быть, они смотрят, как западная комьюнити на это отреагирует, как это будет работать, как это будет ощущаться, будет ли какое-нибудь спецк недовольства, польются какие-нибудь, может быть, петиции в интернет. Такие, знаете ли, сделали первые пробные шажочки. Но, как оказалось, оптимизм был преждевременным, потому что Activision Blizzard не были бы Activision Blizzard, если бы они не хотели сделать две важные вещи, и бабок срубить, и всех накуканить параллельно. А посему, вот буквально через две недели после того, как дверку открыли, разработчики начали снова закручивать гайки. Вернее, так называют статьи, которые выходят в интернете. Но на самом деле, Activision Blizzard просто приводит в исполнение то, о чем они говорили еще в марте месяце. А что, собственно говоря, происходит. И вот теперь мы переходим непосредственно к теме. Смотрите, какая ситуация. После 24 февраля Activision Blizzard начали методично закручивать гайки, и отключать различные функции в нашем русскоязычном сегменте. Изначально, разумеется, это была подписка, и это был самый первый удар. Но кроме этого, еще где-то в марте месяце появилась информация о том, что разработчики то ли собираются, то ли уже открутили аутентификатор. Для тех, кто вдруг в танке не знает, что это, это такая штучка, которая посылает вам код на ваш мобильный телефон, с помощью которого вы заходите в игру. Типа, знаете, мы живем в век двойной аутентификации, когда это очень важно и полезно, иначе вашу учетную запись 100% угонят. И это вот прям обязательная составляющая для игры Activision Blizzard, потому что без них вашу учетку 100% угонят, и ее нельзя будет вернуть только по IP-шнику, ага, ага, да, проходили. Но тем не менее, большинство игроков этой фишкой начали пользоваться, потому что за это, во-первых, разные периоды времени начали выдавать питомцев, бонусные различные награды вплоть до подписки, да и в целом ряд функций закрутили именно на этой механике. Например, в сумке можно в стандартной получить плюс 4 слота, и это довольно удобно, просто за то, что вы подключите вот этот вот зловонный аутентификатор. Соответственно, с его отключением наш руссказечный сегмент все эти плюшки должен был потерять. Но это, как говорится, для игроков в World of Warcraft, и это, честно скажу, не очень большая трагедия. Гораздо большая трагедия у ребят, которые играют в шутеры от Activision. Потому что аутентификатор вместе со своим отключением должен был забрать возможность играть в будущий тогда еще Overwatch 2, а также в Call of Duty Modern Warfare 2 и непосредственно во вторую Warzone, что, как вы понимаете, уже является крайне неприятным и жестким ударом по, собственно говоря, игрокам. Ведь вас фактически полностью отключают от игры, даже если у вас есть код к ней. И вот что интересно, время шло, у меня вышло два, по-моему, новостных ролика с паузой в несколько месяцев, о том, что вроде как аутентификатор вот наконец сейчас вот теперь точно отключат, но не отключили. Вышел Overwatch 2, и все еще можно было поиграть и спокойно подключить аутентификатор, если вы являетесь новым пользователем, и начать играть в Overwatch. Собственно, после этого вышла Warzone 2, вот все в Warzone 2 тоже благополучно поиграли, и вроде как бы разработчики, получается, только пшик сделали в воздух, и ничего не произошло. А нет, дело в том, что вот игры отгремели, бабок Activision Blizzard собрали на подписке в 12 месяцев и на возможности купить Dragonflight, а значит пришло время наконец-таки привести приговор в исполнение. И теперь аутентификатор отключили, с чем, собственно говоря, и начали сталкиваться пользователи просто повсеместно. Оказалось, что штучка довольно популярная, поэтому страдает 95% русскоязычного сегмента. И плюс, как выяснилось, аутентификатор прикручен на гораздо большее количество функций в игровом процессе, чем казалось изначально. К примеру, на текущий момент, если вы потеряли возможность пользоваться аутентификатором, если вам не приходят коды, если он у вас неожиданно отключился, то вы теряете в World of Warcraft целый перечень возможностей. В первую очередь, это, конечно же, 4 пресловутых слота в стандартной сумке. Кроме этого, возможность пользоваться питомцем, который был привязан к аутентификатору. И вместе с этим, две, наверное, самые главные и самые неприятные вещи. Первое, вы теряете возможность редактировать описание и название групп в поиске LFG. Не знаю, касается ли это Гнева Королевича Классик, но ритейла касается 100%. И кроме этого, вы теряете возможность пользоваться чатом для поиска подземелий. Опять-таки, не знаю, касается ли это Гнева Королевича Классик, но ритейла касается 100%. В общем, знаете ли, это довольно неприятно, потому что аутентификатор в таком контексте отрезает довольно большой пласт социального контента и возможностей, взаимодействовать с которым без него, мягко говоря, затруднительно. Но вместе с этим, как выяснился, аутентификатор также отрезал благополучно возможность новых игроков окунуться в Overwatch 2 и, соответственно, играть в Call of Duty Modern Warfare 2 тоже. К счастью, Activision Blizzard немножечко изменили свой подход к Overwatch, и поэтому, если у вас был куплен Overwatch 1 или вы уже успели поиграть в Overwatch 2, то вы возможность поиграть в эти игры не потеряли. То же самое и с Call of Duty Modern Warfare. Но если вы вот новый пользователь, например, ваши друзья позовут вас неожиданно завтра поиграть в Overwatch, побегать за секси-лизбушку Tracer, то вы столкнетесь с проблемой под названием «Не могу зайти», потому что аутентификатор прикрутить не получится. Разумеется, на текущий момент уже в интернете появились различные услуги. Например, вы можете за 1000 рублей в месяц, что в целом довольно недорого, наверное, для какой-то касты людей, получить доступ к телефону, к смс-чке, собственно говоря, из другой страны. Вам, уважаемый гражданин другой страны, предоставит определенную сим-карту в пользование под аренду 1000 рублей в месяц, он прикрутит свой телефон к вашей учёточке и, соответственно, будет вам высылать код смс по требованию, когда вы будете просить. В целом, за 1000 рублей это небольшая проблема, так что если вдруг вы хотите поиграть в Overwatch 2, может быть, какие-то другие игры Activision, или, например, воспользоваться LFG чадом на ритейле, на фанпэй уже есть такие услуги, всего 1000 рублей в месяц в среднем, там есть ещё и по 1500, но в целом вот где-то 1000 рублей в месяц можно оплатить сразу на год, это будет дешевле 10 тысяч рублей. Так что выходы из ситуации есть, но, как по мне, они, мягко говоря, унизительные и, мягко говоря, неудобные. Я уж молчу про то, что прикручивание чужого телефона к своему аккаунту чревато какими-то проблемами. У вас, скорее всего, аккаунт не угонят? Нет, скорее всего, это не произойдёт, потому что, чтобы угнать аккаунт у Activision Blizzard, надо быть, как минимум, хакером, наверное, потому что аккаунт сейчас можно вернуть даже тупо по IP-шнику. То есть, если у вас нет никаких данных от аккаунта, вы даже не знаете, как ваша учётная запись называется, вы просто сообщаете свой IP-шник, разработчики проверяют, что, ага, да, вы всё время с этой учётки заходили в сеть, которая вот была по этому IP-шнику, знаете, держите, распишитесь обратно. Так что в этом плане, наверное, переживать не стоит, но глобально других способов решения этой проблемы адекватных нет. Более того, сейчас в интернете, наоборот, всплывают гайды, как скрыть, например, вот эти вот подсвеченные окошки, которые подрубаются только когда у вас есть аутентификатор, или как скрыть питомцев, или как скрыть ошибки, которые возникают во время открытия тех или иных аккаунт. То есть, знаете ли, все такие различные способы, как вот скрыть весь происходящий звездец и жить дальше, не обращая на то, что нас снова отключили кучу функций. Если вам интересно лично моё мнение, то когда я увидел эту новость, у меня всплыло ощущение, как будто бы я «Властелин колец 3» посмотрел, когда Деннатор высказывал Гендальфу про то, что тот прикроется им как щитом, и вот вся вот эта вот история. Действительно, Activision Blizzard просто феноменальную провели комбу, они сначала предложили всем оплатить 12 месяцев подписки и купить Dragonflight, а также все возможные игры, а после этого начали методично откручивать аутентификатор. Очень любопытная ситуация, как бы и денег нарубили, и как бы вроде по региону прошлись, снова словили репутационных баллов. Отличная компания, усаживается на два стула, здесь ничего не скажешь. В общем, ладно, с этой темой покончено, мы разобрались, всё печально, но, наверное, русскоязычный сегмент ещё пока не отключат. Если говорить прямо на чистоту, в интернете уже есть какие-то фаталисты, которые говорят, что вот буквально завтра ещё и русскоязычный сегмент отключат. Скорее всего, нет, нас ещё будут долго мучать и выкручивать нам яйца. В целом, это нормальная история, давайте немножечко про другое. Касательно той каста людей, которые уверены, что аутентификатор это ничего страшного, и что в целом Activision Blizzard ничего не закручивают, и всё у нас замечательно, и через неделю снова вернут подписку. Потому что вот хотите смейтесь, хотите нет, даже под постами, где обсуждают как раз отключение аутентификатора, или люди бьются в истерике, потому что не могут какие-то сейчас продукты Activision использовать, или потеряли доступ к игре, или что-то ещё. Там даже сейчас есть люди, которые высказывают прямо вот такую жизнерадостную позицию, что вот завтра подписку непременно вернут. А это просто сбой у Activision Blizzard. Уже весь интернет завален письмами из техподдержки, где техподдержка говорит, что это не ошибка, что это санкции, что, собственно говоря, терпите, с этим ничего не поделаешь. Но при этом всё равно есть люди, которые... Это ошибка, это ошибка. Нам скоро вернут подписку, вот сейчас Dragonflight выйдет, заживём вместе с Dragonflight'ом, вернут нам игрушечку по 2000 рубасиков. Activision Blizzard вот уже прямо сейчас вот оформляют новый счёт в России, сейчас оплачивать будем. В общем, конкретно для вот этой части моих зрителей, я понимаю, что вы у меня есть, я понимаю, что вы прожжённые оптимисты, я не хочу портить вам ваш бесконечный оптимизм, но есть одно важное но. Вероятно, может быть, кто-то пропустил, может быть, кто-то не пропустил, но прошёл по касательной, но там, между делом, Activision Blizzard свалили из Китая. Если вдруг кто-то не понимает, объясняю. Activision Blizzard это, по сути дела, единственная компания, ладно, не так, одна из немногих компаний западных, которая представлена на китайском рынке, и которая там успешно работает уже довольно много. Больше десятилетия работает там Activision Blizzard и получает там довольно неплохие деньги. Работает Activision Blizzard в тандеме с NetEase и работает довольно результативно. То есть, скажем так, лютая, львиная доля прибыли Activision приходится на китайский рынок. Банально, если мы говорим про классик, вы должны понимать, что на китайском рынке около полумиллиона активных подписок в классическом Варкрафте. Это примерно столько же, сколько даёт весь остальной мир. Так вот, по заявлению представителей NetEase и по различным слухам в том числе, Activision Blizzard сваливают оттуда, потому что Боби Котик хотел получать больше бобоса из Китая. Китай ему на это отсказал и сказал, что, собственно, а почему мы должны тебе платить на несколько лет вперёд, если вообще непонятно, что будет с компанией. И, соответственно, Боби Котик очень сильно обиделся и сказал, что всё, Китай закрывается там с 20-го плюс января. Никакие игры, кроме Diablo Immortal, доступны не будут. Diablo Immortal будет доступна, потому что на него оформлены дополнительные договорённости, которые были сделаны заранее. И, соответственно, Diablo Immortal это никак не коснётся. При чём здесь Китай, вы, наверное, хотите спросить? А при том, что у нас очень часто любят говорить в русско-различном сегменте, что вот Боби Котик лично, он вот спит просто и видит, что вот завтра надо вернуться в Россию и Беларусь. Это самые огромные игровые рынки, вот нужно срочно туда, потому что у нас миллиарды геймеров, вот у нас 3 триллиона геймеров в России сидит и ждёт, когда же вот на нас мана небесная снизойдёт. И, собственно, мы сможем деньги платить Activision Blizzard. И Боби Котик такой, блин, 3 триллиарда человек нас ждёт, надо срочно вернуться в Россию. Так вот, если взглянуть на ситуацию реалистично, русскоязычный сегмент World of Warcraft имеет около 30 тысяч онлайна суммарно. Китай имел полмиллиона. И это очень большая разница, без учёта остальных игр, таких гиперпопулярных, например, в Китае, как Overwatch. А Overwatch это чуть ли не одна из самых популярных игровых франшиз вообще в целом в Китае, для понимания. И Activision от этого рынка отказались. Наверняка Боби Котик немножечко из-за этого расстроился и погрустил, но глобально это хороший пример того, чтобы понять, что, скорее всего, Activision Blizzard не очень спешат в российский сегмент. Если компания может себе по дурости позволить жертвовать такими гигантскими финансовыми регионами, как Китай, и фактически лишаться монополии на распространение там своих игр, потому что, повторюсь, что на текущий момент практически не существует западных игровых компаний, которые распространяют свои игры на китайском рынке, их очень мало, и Activision это, по сути дела, монополист в этом вопросе. Если она себе может это позволить, очень маловероятно, что Боби Котик там вот спит, вернее, не так, не может спать от того, что вот он ушел с российского рынка. Так что, уважаемые оптимисты, предвидя ваши множественные комментарии под этим подкастом, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что где Китай, а где Россия и Беларусь, и какая разница у нас банально по онлайнам в Warcraft. И поверьте, в других играх Activision Blizzard у нас разница по онлайнам точно такая же, и поверьте, платежеспособность у нас гораздо меньше, потому что китайцев-лудоманов гораздо больше, чем русскоязычных игроков, и, соответственно, на какие-нибудь лутбоксы дешманские от Activision в том же Diablo Immortal, китайцы донатят гораздо с большим удовольствием, чем российские игроки. Так что, как мне кажется, волну оптимизма пора уже заканчивать, когда-то она точно должна закончиться, но вот мне кажется, что вот Китай это тот самый случай, когда можно посмотреть на нашего большого брата и понять, что ничего хорошего впереди нас уже, собственно, не ждет. На сей печальной ноте, с вашего позволения, я сей замечательный подкаст буду заканчивать. Хотелось бы мне сказать, что на самом деле все ограничения отменили, и вот уже завтра мы сможем ворваться счастливые и довольные в игры Activision Blizzard, но, к сожалению, как вы видите, ситуация разворачивается совсем иначе. Мы можем видеть, что делает Activision Blizzard с Китаем, мы можем видеть очередные ограничения на русскоязычный сегмент. У нас все не очень, и это действительно неприятная новость. С другой стороны, нам должны были отключить аутентификаторы еще в марте месяце, а значит, что если вы играли с марта месяца по сегодняшний день довольно активно, вы, скорее всего, ничего не потеряли, потому что вы даже выиграли немножко ситуации, потому что приговор был отсрочен. Так что, да, получается, мы наслаждались комфортом в игре чуть-чуть дольше, чем было запланировано кампанией изначально. И вот на этом уже точно все. Если подкаст был вам интересен и если подкаст вам понравился, жмите лайки. Если не понравился, тоже жмите лайки, потому что дизлайков на ютубе больше не существует. Пишите в комментариях, играете ли вы в игры Activision Blizzard или нет. Мне очень интересно посмотреть, чем сейчас занимаются мои зрители, так что извольте. И, конечно же, нажимайте на подписку, просто потому что, если вдруг вы не играете в игры Activision Blizzard, у меня на канале есть контент и по другим играм. Заранее спасибо вам за любую проявленную активность и до очень скорой встречи.